Вбрасывание Вбрасывание И согласен, и не согласен одновременно Давайте разобьем на части эту цитату Мини цитата Если у вас есть выбор сыграть мяч ногой При минимальном давлении со стороны соперника Или позволить ему выкатиться за боковую линию Играйте в мяч Конец цитаты Не факт, господа, не факт В большей части случаев Ден Бланк, конечно, прав Но преступно забывать о том, что иногда мяч выкатывается за боковую линию В фазе атаки вашей команды Когда мяч в ваших ногах, а вы на переднем краю атаки Чем это важно? А тем, что при вбрасывании за боковой нет положения вне игры Следующая мини цитата Вбрасывание за боковой сокращает количество вариантов для продолжения Совершенно верно, моя реакция Тут спорить не о чем, Бланк прав Следующая мини цитата И ограничены расстоянием, на которое игрок может бросить мяч Конец этой мини цитаты А вот здесь, дорогой Ден, ты не прав На какое максимальное расстояние бросает мяч футболисты? Кто-то скажет? Кто-то этим занимался вопросом? К великому сожалению, подобная работа нигде не ведется Лишь единица из тысяч футболистов бросает мяч далеко Но это только лишь за счет своих природных данных А не в результате системных и ежедневных тренировок А между тем, бросать мяч можно ровно в два раза дальше Нежели вы видите на футбольных полях За счет чего? За счет целенаправленных специальных тренировок Следующая мини цитата 50% вбрасываний заканчивается потерей мяча Кто на что учился, ничего из ничего не рождается Для того, чтобы что-то иметь, нужно что-то вложить в это имение и умение Во всяком случае, свой пот и целеустремленность обязательно Следующая цитата Но по большому счету, если не видите явной пользы Сохраняйте мяч в поле и играйте ногами У вас будет больше вариантов и лучшие шансы Помочь команде сохранить владение мячом Кроме того, почти каждый игрок может выбить мяч ногой дальше Чем бросить его руками По крайней мере, сохранив мяч в игре Вы можете выбить его подальше в поле И снять с себя давление Конец цитаты Вот здесь я абсолютно согласен с Дэном Вбрасывание из-за боковой линии Это как маленькая ядерная бомба Которую нужно вовремя применить Эта бомба срабатывает только тогда Когда есть реальная возможность Использовать отсутствие положения вне игры при вбрасывании Да, игра ногами эффективнее игры руками Но о возможности адресовать мяч руками партнеру Который забежал далеко за спины соперником Нужно помнить всегда И еще Никогда не забывайте о том Что если соперник не ждет от вас сверхдальнего вброса То будет блокировать игроков В непосредственной близости отбрасывающего В этом варианте у вас есть возможность Точно вбросить мяч на голову партнеру Даже в районе точки пенальти У меня все, господа Субтитры сделал DimaTorzok